Слав Мед Есть такая замечательная организация. Вот, наверное, первый вопрос, Владимир Владимирович. А что это такое за Слав Мед? Почему она возникла и что такое? Что это за центр исследования, разработок и так далее? По сути, хозяйственная ассоциация врачей-медиков, врачей. Все мы имеем соответствующие документы, оформленные. Лицензии. Лицензии. Это не только лицензии. Лицензии, сертификаты, акты. Мы прошли довольно трудный путь для того, чтобы все это получить и оформить. И вот, по сути, нам, работникам стационара, в основном, мы все работники стационара. В основном сейчас работаем. И несколько человек, бывших работников стационара. Пришла идея, так сказать, предоставить жителям нашего города возможность воспользоваться нашим опытом и знаниями. Почему такая идея пришла? Ну, у всех разные, так сказать, причины были. Я не думаю, что на этом стоит останавливаться. Хорошо. Я обращаю ваше внимание. Телефон 23621. Вы можете нам позвонить и задать вопросы, которые у вас сейчас возникнут. У меня на руках порядка, ну, 18 вопросов. Учитывая, что Вадим Владимирович, я понял, отвечает очень коротко и четко. Ну, как настоящий такой солидный врач. Сразу делает результат вскрытия. Нет, не вскрытие, наверное. Вскрытие другие врачи. Анализ больного. Да, анализ больного. Быстро и четко. Поэтому ваши звонки помогут нам дольше быть в эфире. А какие виды медицинских услуг предоставляет ваш сэн? Ну, у нас в основном консультационные услуги, диагностические и лечебные. Ну, так, в рамках амбулаторной помощи. Я думаю, что мы рекламу пускали, что все знают, какие у нас специалисты работают. Ну, повторю. Значит, это хирург, терапевт, травматолог, ортопед, невропатолог, педиатр, гинеколог, уролог. И обследование у нас эндоскопия есть, включающая в себя фиброгастроскопию и колоноскопию. Цистускопию мы можем делать, делали уже. ЭКГ, УЗИ. УЗИ у нас аппарат хороший, экспертного класса. Единственное, что у нас сейчас доктор как раз проходит учебу. То есть, по всем видам. Довольно сложно. То есть, аппарат есть доктора по КГ? Нет, у нас есть два доктора, у которых есть подготовка узкая. То есть, по гинекологии и по урологии. А нам надо, у нас такой аппарат был смотреть сосуды, сердце, мышцы. Сразу вопрос, эндокринолог у вас будет? Эндокринолог, ну, это так немножко в планах на будущее, я думаю, будет заключаться. Я думаю, да. Хорошо. Коварный вопрос. Каким образом вы устанавливаете цены на услуги? Ну, мы пошли с рамопостым путем. Это не самый правильный путь. Самый простой. Мы посмотрели цены в Киеве, в Чернигове. Сделали чуть пониже. Хотя, конечно, вопрос ценообразования, он сложный. Я думаю, будем поправлять, может быть, какую-то цену. Пока, пока, вроде нас все устраивает, но есть нюансы. То есть, мы только еще месяца не работаем, смотрим. Ну, вот женщина, пожилая, нам звонила. Вы явно работаете с пенсионерами, у которых пенсия 9 тысяч гривен, а у меня 2 тысячи. Скидки возможны? Нет. Значит, когда мы цену устанавливали и обсуждали между собой, как это все поступить, мы тоже знаем, что в каком городе мы живем. Значит, обслужить всех у нас нет ни возможности, ни задачи. То есть, мы, конечно, свой сегмент видим повыше. И надо же помнить, что у нас в городе средняя зарплата, самая высшая в Киевской области, про пенсии точно, наверное, на всей Украине. Я не вижу причин, почему у нас цены на медицинские услуги должны быть ниже. Понятно. Как работает ваш центр? Значит, идея была такая. В основном мы все, мы же почти все работаем по основному месту работы. То есть, день мы заняты, работаем в стационаре. Вечером мы приходим, консультируем больных, назначаем дополнительные исследования, анализы, обследования, которые, если нужно, эндоскопические. И на следующий день, когда мы на работе, в центре осуществляется плановая помощь, капельницы, уколы и все остальное. Понятно. Хорошо. Я напоминаю, 236-21, у нас есть прямой телефон, вы можете связаться с доктором Успенским, так будем его называть, по фамилии одного известного доктора. Я считаю, что он не хуже. По крайней мере, фамилия достаточно замечательная. И это я так говорю, потому что следующий вопрос очень сложный. Являетесь ли вы конкурентами медсельчасти? Нет, ни в коем случае, потому что мы делаем одно общее дело. И я вам скажу, что, во-первых, мы осуществляем плановую конститутивную помощь. Случаи тяжелые, сложные, едут в медсельчасти, там есть реанимация, отделение с круглосыточным наблюдением. И, в общем, все, что для этого нужно. В свою очередь, у нас есть специалисты, у которых сейчас нет медсельчастия. И особенно в дневные, в смысле, в вечерние и выходные дни, когда только один дежурный хирург, а мы работаем и в выходные дни, и в вечерние, и у нас обследование. Это большое подспорье. Я уже сам работаю в медсельчастии, и уже мне это очень помогало. Ну, и больным, соответственно. Понятно. Есть первый звонок. Алло, добрый вечер. Слушай. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Будьте добры, у меня вопрос такой. Оплата услуг, она идет за каждое посещение или прием, назначение дополнительных каких-то обследований, и потом с обследованием, когда приходите, опять необходимо платить, или уже это первый платеж? Понятно. Спасибо за вопрос. Да, платить надо за каждое посещение, но следующее стоит 150 гривен. То есть, первичное 200, последующее 150. А если третий надо было? Что? Ну, понимаете, мы же нормальные люди, живем в маленьком городе, и нам не все решает деньги. Мы иногда и за бесплатно лечим. Это ни в коем случае не реклама. Я в таком случае говорю, что если мы не можем оказать помощь, мы осматриваем больного и отправляем к специалистам. Ну, были у нас такие случаи с узкой. То есть, мы походим по-людски, но я опять же говорю, что это исключение. Понятно. Можно ли к вам прийти со своим ЭКГ, рентгенснимком, чтобы вы расшифровали или описали? Да, но это будет полноценная консультация. Так что, пожалуйста. Конечно. Пришли анализы из синего. Это, я так понимаю, какая-то лаборатория. Лаборатория из черния синего. Ничего не разберу, поможете расшифровать? Ну, во-первых, по одним анализам диагноз не ставится. То есть, иначе бы так все было просто, что и докторов не нужно. То есть, это опять же консультация. Анализы помогают ставить диагноз. Конечно, нет, у нас вообще нет никаких ограничений. Мы сами себе хозяева. Мы берем все дополнительные материалы, которые нам нужны для постановки диагноза. Понятно. Вот есть вопрос, который, ну, он раньше волновал всех, а некоторых даже раздражал. К вам нужно приходить с бинтами, марлей, полотенцами, ну, и другими мелками? Нет, нет. У нас все свое. У нас даже бахилы бесплатно. Пожалуйста, заходите. Даже бахилы? Да. Ну, могу сказать очень интересную вещь. Вот я был в Славмеде. Вот что удивило, это такая полная тишина, отсутствие очередей. Ну, никого нет. Только медсестра поднимает телефончик, договаривается с вами на время. И я так понимаю, что очередей, как таковых, у вас нет. И больные редко встречаются в коридорах, да? У нас очередей нет. У нас бывают исключения. Бывают капризные дети, которые у нас, в отличие, так сказать, от официального, у нас 30 минут на прием. Обычно этого бывает достаточно, но вот бывают капризные дети. Вы же его не выгодите, поэтому иногда придется подождать. Уже бывали случаи, когда требовалось дополнительное время тоже. И особо хотел бы сказать, что, ну, да, вроде мы стараемся там быть культурным, так сказать, заведением, но хотелось бы того же попросить и от зрителей нашего города. Многие, мы же работаем по записи, доктора, вы же сами поймите, что мы работаем в день в стационаре. У многих у нас дежурство, то есть и суточные, и ночные. У многих маленькие дети, и, в общем, мы, если у нас назначен прием, даже один человек, мы приходим и ждем его. Очень бывает обидно, неприятно, когда ты пришел, ждешь, человек и не приходит, или звонит в последний момент, когда ты уже пришел. Если у вас изменяется план, пожалуйста, не сочтите за труд, позвоните заранее, чтобы доктор не терял свое время. То есть, бывают же варианты, когда вы приходите ради одного больного, а больше никого нет. Бывает, да, мы не отказываем. И утром, у нас же выходные дни, всем хочется поспать. И утром, и всегда, когда у нас, так сказать, декларировано наше время работы, мы приходим. Единственное, что у всех в своей жизни бывают планы, но мы тогда просто не ставим себе прием. Если мы и говорим, что прием в это время не ставить, то его нет. Понятно. Ну, и учитывая, что вы, насколько я знаю, берете телефон пациента, то есть, возможно, какие-то переносы. У нас, опять же, за характер работы, потому что я не знаю, что мне может завтра, через минуту случиться на работе, чтобы человек там так же не шел. Хорошо, я напоминаю, телефон 236-21, можно звонить, мы уже практически обошли половину вопросов. А вот чем больше вопросов, тем более подробнее вы будете знать, что такое словметы, как к ним обращаться. Конкретно вопрос, делаете ли вы УЗИ плечевого сустава? Пока нет. Все будет. У нас есть прайс, там, словмет про, там практически есть некоторые позиции, по которым мы собираемся делать, они постоянно уменьшаются в сторону того, что мы сейчас делаем. Прайсы есть в интернете или надо просто приходить к вам там? Нет, и там есть, и в интернете. В интернете есть, да. Славмет про, смотрите, сайт у нас обновляется периодически. Так что, да. Доктор Ищенникова назначил лечение. Можно ли попросить вашу медсестру прокапаться на дому или у вас? Ну, что значит попросить? Не, ну, оплатить, понятно. Понятно. Да, конечно. Не то, что попросить. Ну, то есть, такие услуги вы оказали? На дому нет. И, в общем, я отслеживал интернет, и там была какая-то дискуссия, почему так дорого стоит вызов на дому доктора. Вообще, это политика всех клиник. Значит, максимум... Ну, нет такого в Европе, чтобы докторы ходили по домам. По домам. Нет такого. Ну, например, с точки зрения безопасности, я так понимаю. По многим причинам. В этом тоже, да. Да, и это даже политика. Я бы еще больше цену поставил, что... Не, бывает исключительно слушаемый. Я говорю, мы все люди. Да. То есть, бывает. Будут ли у вас услуги стоматолога? Ну, я бы отметил, что у нас практически в каждом доме уже сейчас стоматологическая. Я тоже думаю, что вопрос лишний. То есть... Да? Значит, я могу ответить, ищите. Вот, насколько я знаю, я с работы иду мимо трех стоматологов. Так, эндогринологом мы интересовались. С понедельника начнется охота на семейных врачей. А с вашими можно заключить договор? Очень сложный вопрос. Обсуждали мы тоже. Ну, у нас работают и педиатр, и терапевт. А вообще, я думаю, что когда мы сами разберемся, что это такое, с чем это едят, мы рассмотрим это предложение, пока мы не рассматриваем. Очень много вопросов к самой реформе, к финансированию. Учитывая, что мы фирма коммерческая, надо много думать и считать. Пока нет. Вообще, такой вот вопрос дополнительный изнутри, вот как вы смотрите. Ну, у нас как бы есть определенные проблемы в медицине в нашем городе. Реформы, по-моему, эти проблемы еще больше усложняют. Вообще, мы пройдем реформу, Куславович, у нас есть шанс. Вот у нас есть шансы выжить у больных, вот скажем так. После реформы. Знаете, вот как у Жванецкого, то есть, кто шил костюм? К пуговицам вопросы есть? Да. Я понял. То есть, сложный момент, не все врачи могут ответить. Просто в последнее время, вот чем ближе приближается этот замечательный день, 1 апреля, тем больше появляются статьи, где о реформе отзываются не очень положительно. Даже сами врачи, что больше всего пугают. Но у нас есть звонок. Алло, мы слушаем. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, планируется ли кардиолог? Спасибо. Так, ну, тут я понимаю, что здесь уже и вопрос эндокринолога, кардиолог. Значит, кардиолог, вот я так поставлю вопрос. Значит, мы сейчас изучаем вопрос. Ну, самое простое, что мы можем сделать мы без денег, значит, договориться с узкими специалистами города Чернигово. У нас есть уже договоренность с сосудистым хирургом, уже жесткая договоренность с нейрохирургом. Идут переговоры, то есть, ну, практически договорились с эндокринологом и детским ортопедом. Есть договоренность с главным урологом Черниговской области. Все они готовы ехать к нам. Значит, мы уже примерно определили, когда это время, что это будет в воскресенье. Единственное, что, конечно, цена будет, наверное, чуть выше, но... Ну, если, условно говоря, 10 будет человек на приеме, то она как бы справа. Да, то есть, мы сейчас отрабатываем, понимаете... То есть, приглашать на определенный день. Да, то есть, нам надо, во-первых, изучить потребность, а потом свести... То есть, мы не поедем из одного человека. Ну, конечно, конечно. Сейчас мы изучаем, мы над этим... Уже договоренность есть. Теперь вопрос наш... Ну, когда нам нужно кого... Как вы это реализуете? Да, да, да. Хорошо, спасибо. Звонок еще один. Добрый вечер, слушай, Маша. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вы планируете делать МРТ и КТ? Нет. Вот чего нет, того нет. Потому что, может быть, когда-нибудь, когда мы будем очень богатые... Очень богатые. Возможно, да. Потому что, ну, во-первых, все это деньги. То есть, аппарат стоит сумасшедшие деньги. И он начинает себя окупать не после какого-то периода, а по количеству обследований, которые мы сделаем. Выход какой? Или делать сумасшедшую цену на это исследование, и никто не пойдет. Никто не пойдет. Или, в общем, он экономически не очень выгодный. Я тут прикидывал, что мы можем современную медицину привести так, чтобы можно было сделать в наших условиях. Сейчас, ну, вы знаете, есть лазерные аппараты, которые для лечения варикозной болезни, всяких звездочек на лице. И я, значит, разговариваю с человеком. Значит, сам аппарат, ну, это так, стоит 100 тысяч евро. Значит, комплетующие там тоже порядка 10 тысяч евро. Причем у них есть ресурс, который на количество. Понятно. Плюс, сами понимаете. Ну, в общем, оно бы очень хотелось. Но вот порядок цифр в цене, он очень пугает. И у нас город же конечный, то есть, мы не можем ловить на улице. У нас маленький город, 25 тысяч населения. 25 тысяч населения. Хотя бы, может быть, и кто-то и поехал из Чернигов. Потому что в Чернигове тоже такого нет. Это удел столицы. То есть, они, когда работают с большими контингентами, тогда как-то становится экономически обоснованным. Очень сложно в маленьком городе предоставить все услуги. И путь то, что брать в аренду или приглашать специалистов своими аппаратами, мы изучаем. То есть, у вас есть контакты, скажем, с Черниговым, с Киевом? С Киевом можете проконсультироваться, кого-то? У нас, что касается контактов, у нас очень много и дружеских, и человеческих отношений. Все нам идут на встречу. Кстати, в городе, когда мы все это организовали, надо, я хотел бы сказать, большому количеству людей, незнакомых и незнакомых. Когда, ну, это все-таки довольно сложно. Вот всегда ощущалась поддержка, молодцы, и осуждение давно пора. Вообще-таки, звонок есть. Одну минуточку. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, ваш адрес и телефон регистратуры видим. Телефоны, значит... Я могу подсказать, 2-87-72 записывайте, и еще 0-50-48-28-772, или 0-68-22-28-3-7. У нас по окончанию прямого эфира будет вот эта табличка, вы сможете их записать точно. У вас еще какой-то вопрос, или только телефон был? Человек уже ушел. Звонок? Алло. Все, человек уже ушел. Хорошо. Значит, вот... Ух ты. И вопрос у меня тоже исчез в связи с этим человеком. Значит, будет ли у вас восстановительный массаж? Ну, и вообще, будет ли массажный кабинет, насколько я понимаю? Тоже идет разговор о том, что у нас же дневные часы, практически кабинеты пустуют. Условия хорошие. И просто надо... И нужно было их чем-то заполнить, да? Да, это нужно, чтобы чем-то заполнить. Раз. Мы очень дорожим своим ринаме. Не хотим брать кого... В общем, сами понимаете. Ну, я понимаю. У нас есть возможность. Кстати, есть какие-то будут предложения, мы готовы рассмотреть. То есть, по идее, вы сейчас можете обратиться к славучанам. Если кто-то обладает какими-то знаниями и опытом в области медицины, он может прийти к вам на консультацию. И вы можете, ну, как бы, начать сотрудничество с ним, да? Я так понимаю. Да, у нас дневные часы, у нас относительно... Я пока... У нас нет такого бума, и, может быть, даже, слава богу, у нас тогда качество начнет страдать. У нас дневные часы... Ну, там, говорю, лечение есть, но... Так, у нас есть, так сказать, светлые промежутки, где можно было предоставить помещение. А вы вот уникальное явление, или вот подобные, ну, консультационные центры уже есть во многих городах? Ну, для Славутича, понятно. Нет, уникальное нет, для Славутича, да. Ну, я вам хочу сказать, что в Чернигове вот такого класса нет. Есть там и клиника ВИДИ, но там работают люди, которые... Там, во-первых, обследования практически нет, они там работают, они также работают в стационарах, они консультируют и направляют к себе туда, вот, в больничку, там, где уже поменьше платить, самим надо и расходных средств, да, и все. Поэтому, вот, я думаю, для нашего региона, ну, в Чернигове нет таких, я говорю, что... И для такого города большого у нас тут 25 тысяч. То есть, по идее, вот эти визитки можно раздавать в Чернигове и понимать ваше рейдинг. Я думаю, что не стоит, потому что... Или пока не стоит, да? Я думаю, что нет. Практически все вопросы я задал нашему уважаемому человеку, доктору Успенскому. Если у вас больше нет вопросов, ну, 2-3-6-2-1, пожалуйста, мы принимем еще, ну, буквально два звонка. Да, и будем прощаться. У нас так получился достаточно короткий блог, но, с другой стороны, вот, мы ответили на 5 телефонных звонков и 20 вопросов. То есть, в общей сложности 25 вопросов. Я так понимаю, что предварительно можно считать, что город Славович ознакомился с такой фирмой, как СлавМед, и знает, куда идти. Кстати, куда? Виннинский квартал, 5А, ДПО, Каунас. Это как бы дополнительная информация. Итак, мы вас слушаем. Звонок есть? 6, 3, 2, 1. Что вы хотите себе пожелать? И вообще, какие вы видите у себя перспективы в будущем, перспективы вашего центра? У нас есть возможности по расширению. То есть, ну, во всяком случае, договоренности. Если у нас будет ситуация с медициной в городе, потому что мы для них не конкуренты, но все-таки проблемы есть. Мы смотрим, так сказать, и изнутри, и снаружи, наблюдаем за ситуацией. В любом случае, у нас есть желание и есть возможности. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Спасибо. Ну, и вот видите, есть все-таки звонок. Дослушались наши телезрители. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. У меня два вопроса. Да, пожалуйста. Первый. Можно ли будет заключать договора на семейных врачей с вашими врачами? Ну, не сначала. Вы смотрите нашу программу, понятно. А второй? И второй, есть ли педиатр, и кто он? Кто деток принимает у вас? Спасибо. Ну, да начну со второго. Деток принимает у нас Оксана Владимировна Тачей. Основное место ее работы с заведующим педиатрическим отделением стационара. Да, очень хорошая. А не отзывы, если вы так хотите знать дополнительную информацию, потому что, может быть... Ну, если уже, так сказать, отвечать на первый вопрос. Пока нет, и мы очень будем внимательно оценивать все риски, которые связаны с медицинской реформой и введением вот этой системы первичной медицины. Ну, мое сугубо субъективное мнение. Я думаю, что пока с этим связываться не стоит. Вот. Ну, я так вот от друзей и своих знакомых узнавал, что это как бы аналог английской медицины. Англичане как бы несколько на другом уровне находятся, чем мы. Да, совершенно верно. Поэтому вот еще один звонок слышу есть. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Владимир Владимирович, я вот у вас оперировался, и сейчас у меня к вам такой вопрос вот есть. А не слишком... Я, правда, не с самого начала передачи, а не слишком ли много вот денег вы хотите брать просто за консультацию? Спасибо за вопрос. Значит, ну вы же не настолько наивны, думаете, что вот если вы там заплатили 200 гривен, все эти деньги пошли доктору. То есть, вы же понимаете, что все это частное, все это очень дорого. Если вы думаете, что по телевизору объявили то, что, например, газ, электричество для населения, цена подниматься не будет, а вот будет для вот этих предпринимателей и вот этих капиталистов, то все равно вы понимаете, должны понимать, что эти деньги будете платить вы. То есть, вся эта коммуналка, аренда и цена медицинского оборудования, которое, поверьте мне, зашкаливает. То есть, по прикидкам, если мы... Ну, мы просто все разные деньги, там большие деньги вложены. Если мы окупим хотя бы то, что мы вложили... То есть, это все нам никто не подарил его. То есть, если мы окупим года за четыре, дай бог, за три, это будет хорошо, потому что все вот эти дозвилы, лицензии, все остальное, стоит тоже больших денег. Спасибо, в общем, людям, которые это все изобрели. Но вы сами понимаете, чтобы... Я, кстати, когда говорил в первой части передачи, мы будем смотреть. Мы не будем смотреть в сторону уменьшения, потому что... Иначе теряет смысл вся эта затея. Во-первых, это коммерческий проект. Мы это не скрываем. И, пожалуйста, спрос рождает предложение. Еще раз говорю, что мы не рассчитываем на всех жителей города. Это звучит немножко цинично, но это правда. У нас нет возможности обслужить всех. Кто хочет, тот придет. С другой стороны, я хотел бы сказать, что даже те, кто не придет, они тоже будут иметь положительное влияние на открытие нашей клиники. Хотя бы потому, что будет меньше очередей в поликлинике. Ну, по крайней мере, чем отличается наш город, у нас сейчас появилась возможность. Вы можете туда не идти, но можете и пойти. Поэтому это как в большом городе. Я никогда не хожу в театры, но я имею возможность пойти в театр. Один, второй или третий. Поэтому я думаю, что наличия подобного конституционного пункта у нас действительно, как вы говорили, в Чернигове нет. Еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот есть подозрение сосудистые, там пальцы болят на ногах, туда-сюда. Так вот, нужно сразу к сосудистому хирургу, потом УЗИ сосудов, или сразу УЗИ сосудов, а потом к сосудистому хирургу. И когда можно записаться на УЗИ и на сосудистого хирурга? Спасибо. Я думаю, что все равно правильнее пройти к обычному хирургу, потому что пальцы на ногах болят не только от сосудов. Здесь такая болезнь, здесь техандроз, подагра, еще масса болезней. Хотя по нашей системе оказания первичной помощи вы должны идти к семейному доктору и ее жена определять, куда вас направлять. То есть, в принципе, оно правильно, но просто путь немножко в многостой печени и долгий получается. Ну, вот такой порядок. Вот видите, заинтересовались вашим центром, еще звонок есть. Алло, добрый вечер. Ваш вопрос. Алло. Да-да. Алло. Да, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация в городе сложилась, да? Мы когда-то приехали все молодые, а теперь мы почти все старые. И даже с максимальной пенсии, да, вот, у нас тоже нужно заплатить коммунальные услуги, газ, воду, как вы правильно сказали. Вот. И что остается на медицину? Ваш прогноз. Мы с максимальной пенсии сможем к вам обращаться, согласно вот вашим ценам? Нам хватит на эти услуги? Наш жизненный уровень, как вы понимаете, упал как минимум в два раза. И будет продолжать падать. Спасибо. Ну, если судить по долгу, то в три. Сложно, философский вопрос. То в три. Хорошо, вот, что вы сказали. Ну, на одну консультацию будет, хватит, хватит. Ну, подождите. Если я правильно понимаю, сейчас максимальная пенсия тысячи тринадцать. Люди, которые, бюджетники сидят, это смотрят, в общем, я думаю, что вопрос немножко риторический. Я думаю, вам хватит. Понятно. Ну, я вас должен огорчить, не у всех пенсия тринадцать тысяч. Нет, максимальная пенсия. А, максимальная, да. Не, у нас максимальных пенсий, не кстати, много. Ну, хотя хороший вопрос для пенсионного. Почему 20% жителей города, как мне сказали мои знакомые в исполкоме, получают максимальную пенсию? Завтра у нас будет начальник финансового управления, ой, начальник пенсионного фонда Украины. Мы у нее спросим, она точно скажет. Она сказала, что у нас только одна очень высокая есть пенсия у одного человека, у остальных меньше. Звонок, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер. А вот помнится Супрун, это известный. Да, да, да. Я знаю такой фон. Будут введены международные протоколы и прескуранция, она объявит. Ваши цены будут конфликтовать с протоколом? Ну, во-первых, простите, что вас перебил. Во-первых, она цену уже объявила. У нас был, значит, сценарий небольшой ажиотаж, когда там прозвучала цена за лапароскопическую холестомию. По-моему, 50 тысяча 200 гривен. Сколько вы сказали? Две тысячи. Да ну что вы. Там такие цены, что, в общем, я помню, что лапароскопическая холестомия там в районе, по-моему, 30 тысяч или 35. Ну, там откуда-то с потолка взяты были цифры. Значит, ну, вопрос протоколов, он не стоит. Мы все, так сказать, из одного теста состоим. И это все абсолютно понятно, что нам тянутся к европейским протоколам. Хотя, конечно, желание сделать обследование часто упирается в отсутствие, так сказать, на чем его сделать, самого, так сказать. Даже оборудование. Оборудование. Что касается цен, ну, я не думаю, что Супрун будет устанавливать тут еще европейские цены на медицину. Тогда, ну, наверное, врачи заживут как короли здесь, но мне что-то в это слабо верится. Я не думаю, что у этих королей будет много прислуги или как бы людей, которые будут к нему обращаться. Да, нет, ну, нет, наверное, там цены не было. Супрун, потому что европейские цены мы здесь не потянем. Медицина, поверьте, очень, очень дорогое удовольствие. То есть, мы вот здесь выкручиваемся как-то, ну, по нашей же, так сказать, причине и опыту жизни в этой стране. На самом деле, ну, сейчас же многие ездят за границу. Это очень дорого все. И причем, почему-то так исторически сложилось, что все даже оборудование медицинское, оно почему-то в два, в пять раз дороже, чем такое же самое. Ну, наверное, да, там, наверное, материалы. Ну, когда вот смотришь дрель, которую, ну, дрелить доску, и точно, ну, очень похоже, но, наверное, из другого материала, который пилить кость, ну, цена различается, ну, я даже вам не сомневаюсь, раз в 200. То есть, ну, вот так вот. Понятно, спасибо. А вот, ну, как бы уже все, звонков нет, алло? Нет, пока звонков нет, вот еще ждем один звонок и будем, наверное, заканчивать. А вот если вот, ну, как бы вспомнить, я же понимаю, что вы через медицину Симашко проходили, да? Да, начинали с этого. Может быть, рановато нам все-таки было отказываться вот полностью от Советской, потому что Советская, оно же не все плохое, насколько я помню в своей жизни. Футбол, в частности, был хороший. Нет, ну, медицина Симашко, да, она, ну, все врачи знают, то есть, про эту медицину, что приезжали японцы еще в Советском Союзе смотрели. Да, что это было, это была практически идеальная система с одним большим «но». Эта система была, собственно, основана на рабском труде медицинских работников. Зарплаты в медицине были такие, что можно было натыкать этих больниц в каждом городе, оснастить, а в мире пошли по другому пути. Они, да, конечно, построили дороги, геликоптеры, машины сделали, ну, потому что им гораздо выгоднее слетать вертолетом в соседний город, чем держать в этом городе целую больницу. У нас за счет зарплаты, то есть, полет вертолетом стоит гораздо больше, чем содержать вот такую больницу. Но это была медицина Симашко, я по ней не скучаю. Понятно. Ну, вот на такой несколько печальной ноте, хотя о медицине, как бы сейчас говорить-то радоваться нечего, потому что предстоит нам с вами выбирать врачей. А врачи сами в шоке от этого, я так понимаю, будущего, который, а как бы тоже они не совсем хорошо знают. Но, с другой стороны, мы с вами получили абсолютно бесплатно консультацию у нашего доктора, господина Успенского. За что ему огромное спасибо, благодарность, спасибо вам, до свидания, до новых встреч. До свидания. Кстати, эту запись мы положим в интернет, и если что-то вы вдруг прослушали, вы сможете это увидеть в интернете на нашем YouTube-канале. До свидания, до новых встреч. А, не забудьте, не забудьте, сегодня у нас вечером сразу пойдет развлекательная программа, посвященная юбилею первой школы. Но не тому, который будет завтра, а тот, который праздновали, когда школе первой, номер один, было 20 лет. Ну, а завтра в прямом эфире руководители управления Пенсионного фонда и социальной защиты 19 на 0 тоже будьте готовы. До свидания, до новых встреч, спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин